141 тысячи жителей края уже подали заявку на дистанционное электронное голосование. Алтай входит в 29 регионов, где на выборах президента России будет доступен такой формат. Впервые жители его опробовали на сентябрьских выборах губернатора. Тогда ДЭГом воспользовалась пятая часть проголосовавших. Желающих отдать свой голос дистанционно в марте уже больше. 3954 заявления обработано и поддержано, удовлетворено в режиме портала госуслуг в отношении желания проголосовать по избирательному участку по месту нахождения. Напомню, что с 29 января такая опция открыта до 11 марта, соответственно, через портал госуслуг. И мы видим, насколько активно уже в цифровом режиме она реализуется. Чтобы никто не забыл о грядущих масштабных выборах, 17 февраля в крае стартует поквартирный обход избирателей. Так реализуется проект «Информуик», цель которого – проинформировать о голосовании, доступных форматах, а также помочь выбрать удобный способ. Не так часто за последнее время наши избиратели встречались с таким массовым адресным информированием. И на сегодняшний день, к сожалению, не всегда мы рады, может быть, не всегда готовы открывать дверь любому, кто постучится в нашу дверь. Их свыше 6068 человек. Практически 43% от общего состава членов участковых избирательных комиссий принимают участие в организации работы «Информуик». Благодаря нашей с вами совместной работе хотим познакомить жителей Алтайского края заранее с этим проектом. Узнать обходчика можно будет по удостоверению и нагрудному знаку. «Информуик» продлится до 7 марта. На сегодняшний день известен формат голосования еще сотни жителей сел, где нет транспортного сообщения. Кедровки, Ельцовского района, Тигрека, Краснощоковского и Усть-Черыша, Усть-Пристонского района. Их население проголосует досрочно. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.